И всем привет! Предпоследний матч турнира, Адант-Энфи. Борьба за 6 очков, как говорится, в таких ситуациях. В случае победы Адант поднимается на 9 место. В случае победы Энфи тот может теоретически даже занять 7. То есть выиграть там сразу 3 позиции. Но это дело такое. Тут надо смотреть. Так, а с вашберном как у нас было сыграно? Да, на самом деле, в случае победы, на самом деле, даже в случае ничьи, ничья Энфи поднимается на 1 позицию, в случае победы на 2 или 3 позиции. То есть Энфи надо выигрывать. Но даже ничья для него в целом неплохой вариант. Блин, я бы попробовал, но не видел такой флеймварьер. Но вот я, опа, ребята, у нас здесь Рошнак. Вообще, мне кажется, имя какое-то не гоблинское. Ну окей. Но у него, ребята, есть Тычок. И, кстати, у него сники Гид, Тычок и так далее. Тычок очень неплохо будет работать против рабов, честно говоря. И еще маг. Еще маг у Аданта. Все неплохо. Адант сейчас имеет реально неплохие шансы повырезать, собственно говоря, кровососов. Ну, точнее, их еду. Кровососов может тоже получится. И здесь вот эти фул-фул фаршированные вампиры не особо будут работать. Вот. Единственная проблема, на мой взгляд, для Аданта, действительно чувствительная, что у Аданта... Ладно, две проблемы. Первая проблема, что нету одной коровы. А вторая проблема, что нету нормального меченосца. То есть у Аданта был один меченосец, который трагически закончил свою карьеру. И после этого все стало плохо. То есть у Аданта в этой игре нету одной коровы и одной табуретки злой. Кстати, не удивлюсь, если в этой ситуации сейчас выпадет идеальная защита для Энфи. Я, конечно, ни на что не намекаю, но такая возможность есть. Уж больно Аданта выстрелился под идеальную защиту. Три перфект диффенса в те самые места. Я, кстати, Рашнака и не видел ни разу, по-моему. Я имею в виду вот в каких-либо играх официальных. Блин, не успел на него посмотреть, но у него, по-моему, только серьги в ухе. И никак внешне он особо не отличается. Хороший ивент для Аданта. Да, слушайте, он, по-моему, обычный гоблин. У него вообще, по-моему, ни одного нету... Да, у него, по-моему, нету ни одного... О, хороший ивент. Тачбэк. Тачбэк это классно. У Аданта уже все хорошо. Да, и он дает мячик корове. Это хорошая мысль. У коровы мячик отобрать будет трудно, а в случае чего корова далеко бегает и еще может убежать. Ну, в смысле, может через брейктакл побежать там к зачетке и так далее. Тычок не прошел. Это грустно. Но есть удары, все безопасно. Все чики-пуки. Это была просто такая попытка поработать клинком. Клинок заржавел и не сработал, но... В целом ситуация все равно хорошая. Единственное, что, судя по всему, монетку выиграл Энфи и отдал атаку Аданту. Аданта в атаке, я думаю, не очень хочет играть. Ему атака... Ну, с вампирами никому атака не выгодна, мне так кажется. Найден удар в шестерочка. Седьмой армор не хрустит. Но сейчас седьмой армор может и хрустнуть. Нет, не хрустнет. Жаль. Эх, седьмой армор, седьмой армор. Так, давайте еще ударчик. А здесь можно... Можно по лошадь. Можно лететь и по лошадь спокойно. Что творит Антошка? А Антошка кидает шестерки в каждой игре пачками. Все, что делает Антоха. Если ты видел его игры, ты бы понял, о чем я. Так, ну, честно говоря, неудачно получилось. И опять неудачно. Пока у Аданта проблемы. Очень, очень грустный лос. Нет, Тургут, про такие изменения информации нет. Есть некоторые разговоры о том, что... Как это называется-то? Что, может быть, будут хорниты и слайнишиты. Но мне кажется, что это гоневы. Ну, в плане... Это все супер неподтвержденная информация. Вот была подтвержденная информация, что над игрой уже не идет работа. И это похоже на правду. Хотя, кто знает. На самом деле, я не удивлюсь, если где-нибудь в начале или там в середине следующего года выйдет еще одно дополнение, анонсируют еще один чемпионат мира. И... Откуда была информация про хорнитов и слайнишитов? Эээ... В этом... Ситар в дискорде... Эээ... Цианидов. Ну, там как тебе сказать, какая информация? Эээ... Там было две информации. Вот. То есть, одна вещь, что там... У экстра-армс-бота... Ты знаешь, что такое экстра-армс-бот, да? У него, когда он не работал, там был период, когда он не работал, и у него в Дискорде отобразилось, что он играет в Сланишитк Хорн Бету. И еще об этом пару иностранцев говорили в чатике тоже цианидовского Дискорда, что это типа не шутка. Но я не знаю, как бы, мне кажется сомнительным. Ситар, Экстра Армс Бот, это в официальном Дискорде цианидов, ты можешь в любой момент с помощью разных команд посмотреть свою статистику в этом сезоне Чемпион Сладдера и статистику за все время. Очень удобная штука. Ух ты, ребята, оказывается сегодня в 4 часа Спиритолог Орками поделил ХД Крусифера на 0. Молодца. Это неплохие косвенные признаки, да. А насчет Экстра Армс Бота... Сейчас, секундочку, ребята, давайте я вам покажу просто на будущее. Вот. То есть в Дискорде цианидов, например, ты вводишь команду Breakdown, тебе показывают твой процент набора очков, там, L и так далее. Можно там ввести, там, команды типа топ-3 Underworld, и он тебе покажет топ-3 команды Underworld, ну и так далее и тому подобное. То есть куча разных прикольных мелких программ, вот. Не, ну посмотрим, посмотрим. Я просто у себя в Дискорде скидывал информацию по поводу этой беты и так далее. У меня аж глаза на лоб полезли, но как бы сомневаюсь. Но посмотрим, было бы неплохо. Было бы неплохо. Я бы за Корнитов чисто по фану бы поиграл. Он, может быть, пошел бы ими играть в сезон РББЛ, чисто так, поразвлекаться. Вот. Так что подождем, посмотрим. Надежда умирает последней, как говорится. Потихонечку вампиры обступили. Тем более, вампиры пока никого не потеряли. У них все здорово. Так, пошел Блиц. Блиц в Хобб Гоблина. Ну, это, видимо, попытка выбивать игроков с седьмым армором. Не будет использована реролл. Надо просто падать. Привет, бигкраут. Не, ну вот, если бы серьезно, я бы вот абсолютно на серьезных щах поиграл бы за Хаос Пакт. Вот за Хаос Пакт я бы поиграл вот прям... Это одна из, там, двух-трех команд, за которые я готов играть по-серьезному. Вот как за Нурглей я играю там, я бы так бы поиграл бы и за Хаос Пакт. Очень крутая команда. Надежда умирает последней, но чем черт не шутит. Ну, точнее, она называется Хаос Ренегады, ну вот. Ну, вы поняли, о чем я. Вот за Хаос Ренегадов я бы поиграл. Там можно слепить все, что угодно и... И делать все, что угодно. Гибкая команда, ну вот. Ну что, пока вампиры занимаются исключительно сдерживающими делами, стараются не подставляться. Похоже, что будет Блиц в Крайнего Вампира. Очень похоже на то. А мне жалко, что команду Вервальфов не будут добавлять, она показалась очень интересной. А что за команда Вервальфов? Не слушала такой. Я вот знаю, что была фановая команда Горилл. Ну, обезьян. Я уж не помню, как она называлась. Но была такая команда. Демоны Кхорны это фановая команда. Бретонцы, по идее, тоже команда не настоящая, но она как бы добавлена. Вроде ее нету на самом деле. А вот про Вервальфов не знаю ничего. В первый раз слышу. Да. Колян играет даже за ненастоящую команду. А, ну шучу. Команда, в которой можно брать только некроманских псов. Там линейки 6-3-3-8 с выходом кажется Вагилл и Нормал. Только такие игроки. Каждая перед матчем кидает Д6. И на 6 плюс становится обычным некромансерским Вервальфом. Так, подожди, Ситар. Вопрос-то такой. Насчет некромансерского Вервальфа. А навыки добавляются Вервальфские? Или какие навыки? Че-то странно звучит. Прикольный концепт сам по себе. Мне нравится. Концепт прикольный. Но... Че-то как-то странноват, по-моему. В смысле, эти навыки просто добавляются к тем навыкам, которые эти чуваки сами по себе качают. Я правильно понимаю? А по линейке добавляются к болванке. Слушай, круто, круто. Очень интересный концепт команды, кстати. Я бы за такую поиграл бы. Я не спорю, что это звучит весьма специфично. Но... Идея клевая. Идея клевая. Не, ну, на самом деле, я слышал разговоры о том, что Цианиды, типа, выпустят еще одну редакцию игры, как это было с первым Бладбоулом. То есть, когда в первом Бладбоуле вышел Хаос Эдишн, они добавили вот демонов там к Хорна, которых нету на самом деле, и так далее. Вот. То есть... А представь, Дадул выйти, у тебя вся команда это... Волки. Это ж ад какой-то. Я не спорю, это полка в двух концах, но... Это дико фановая тима. Попытка выбить... Тычкового парня. Все в порядке. Тычковый парень падает. И сейчас еще будет попыточка повалить табуретку. Не, ну почему по 6 плюс волков? На самом деле, как бы... Ну, условно говоря, у тебя будет в лучшем случае два волка, если смотреть по... По кубам. Ну, с другой стороны, как бы, у тебя, может быть, и не одного волка, а, может быть, там и 10 волков. Это все рандом. Ну, просто разные вероятности. Не, наоборот, кидая 6 плюс, это как бы... Тяжело получить волка, но концепт клевый. Не слышал о таком, но теперь буду знать. Не, вот я говорю, за хаос ренегадов клево играть. У них идеально все. Вот реально команда, которая... Вот, настоящие универсалы, если можно так выразиться. Я вот могу вам скинуть, чтобы вы примерно представляли, что это за команда. Вот. Привет, Нагогрис, кстати говоря. То есть, кому интересно, если кто вдруг не видел, можете ознакомиться с вопросом. Вот. Потихонечку вампиры давят на мяч. Нам тяжело это пробиваться через табуретки. Но сила табуреток в большом количестве гордов. Даже не в убиваторских способностях, которые пока вообще не проявляются. А именно в гордах. Вот. В-кэт, в-вулс, в-бир. О, господи. Еще и медведи. Забавно. Ну, тут это, как я понимаю, вот, секрет лик, это, типа, чисто по фанчику. Или что-то около того. Ну, это круто, Громбриндл. Только это, как я понимаю, тоже фановая команда. Вот. Ну, концепт забавный. Ну, Малал вообще не считается, как бы, каноническим, насколько я помню. Потому что там права, а еще всякая фигня. Вот. Надо потом поизучать. Тут столько крутых команд в теории. Вот. Так, ПОшечка. Или нет? Ну, вообще, ПОшечку страшно юзать. Немножко в этой ситуации. Ну, британцы после небольших модификаций попали в норм команды. Ну, что-то типа того. Что-то типа того. А Дант все-таки ПОшнул. Ну, правильно сделал, я думаю. У него была своя компания в одной из редакций фэнтезийной Вахи, но потом его выпилили. Ну, я имею в виду, что он до какого... Я не помню, по-моему, до пятой или до четвертой редакции был в каноне. А потом его оттуда из авторских прав выкинули. Сейчас вроде есть типа Мелос. Но это уже не бог Хаоса. А типа просто Хаос Прин... Ну, короче, Принц, а не полноценный бог. Вот. А Дант побежал в атаку, видимо. Или еще нет. Вообще уже пора потихонечку. Хотя, не, не, ладно, еще не надо. Ну, немножко я не понял этого забегания. Неужели будет фол? Просто как... Как... Как Адант мяч собирается прикрывать в этой ситуации? Я не понимаю. Выглядит как-то слегка сомнительно. Это будет фол... Фол... Вампира или что? А что там Колян за команду говорит про пней? Мне даже стало интересно. А, я видел эту команду. Она забавная, она забавная. Ну вот, оффамбл в плане развития команд игры и так далее... Он хорош тем, что... Это весело. А, вот. Представьте, что если бы в Blood Bowl, я имею ввиду в официальном Blood Bowl, сделали бы возможность делать свои команды... Ну, как бы, не то, чтобы они в официальный ладер могли попасть только после какого-то утверждения и так далее. А просто, как бы, само по себе вот... Концепт. Было бы очень круто, по-моему. То есть, ты создаешь команду, в каких-то лигах мог бы ею играть, рисовать игроков под нее, модельки и так далее. А, вот. Это был бы какая-то потуга к творчеству. А, вот. Но, надеяться на такое, конечно, не стоит, потому что... Потому что... Слишком жирно, я так думаю. Вот. Ликонтропия. Ага. А, там даже на... Там даже не на 6+, там на 5 или на 6+. Прикольно. И линейка стоит всего 50 тысяч. Слушайте, круто. Дикая команда, но... Забавно, забавно. Как за Нурглейды играл? Катнул ничью, спиритолог. Там... Ничья была очень надежная, но победу играть не было возможности. Как мне кажется. Так. У Аданта первый. Довольно забавно, что в этой ситуации первую травму нанесли вампиры. И, что характерно, нанесли ее не себе. Вот. Да, кстати, Ситар. Это действительно мысляха. При том, что они стоят-то недорого. На самом деле. При том, что они стоят всего 50 тысяч, то идея ликонтропной команды... Ну, это крутой концепт. Опа! Как вовремя такл срабо... Рерол. Рерол будет. Так. В этот раз додж прошел. Удар в 2D, но неудачный. Очень вовремя сработал гномик. Вот. Очень вовремя сработал гномик. Ой, какой гномик-то вы посмотрите. Гномик просто не дает шансов. Никому не позволяет убежать от себя. Какой хороший гномик. А почему Аданк не активировал в прошлый ход блокера хаоса? Я не очень понимаю. Ну, ладно. Чтобы его не били, что ли? Ну, в принципе, для того, чтобы сейчас все разрулить, Аданту придется немножко постараться. Потому что его игроки слегка подотрезаны. То есть, смотрите. Раз. Два. Три. Ну, этот добежит. Ладно. Но три игрока отрезаны. Вампиров на мече больше. Покидать спокойно кубы будет тяжело. Плюс тут всякие доджи, сайдстепы и так далее и тому подобное. Сложная ситуация для Аданта. Не, ну, на самом деле, команда Ликантропов, это, по сути, команда, которая играет со всеми шикарно. Ей нужно, чтобы у нее хотя бы просто один волк появлялся и можно было играть. Плюс, кстати, самое клевое в команде Ликантропов, что статапы будут заходить идеально. Даже лучше, чем у Хаоса. То есть, любой статап на любом игроке, это круто. Представьте, что на команде Ликантропов сразу бац-бац-бац, и у вас там сила клево, мув клево, агила клево, там, все что угодно клево. Любой статап играет просто на десяточку. Не, ну, дубли-то, найти дубли и ситар будет не так трудно. Прошел удар. Это хорошо. Адан сейчас, что ли? Ага, ага, ага. Рерол, опасно. Очень плохие, надо тратить рерол. Иначе выбивание мяча совсем простое. Рерол тратится шестерка. Это, это приятно, это приятно. Не могу сказать, что ситуация как-то значительно изменилась, но, в принципе, так, двоечку устраивает. Негла. Негла не трещит. Ну, как бы выбивание мяча у... Не самое сложное выбивание мяча в этой ситуации. Главная проблема в том, что... Подобрать потом будет трудновато. Есть с кем, но все равно трудно. Простой, если не учитывать Бладласт. Ну, Бладласт, да. Бладласт, это немножко неприятно. Здесь я спорить не буду. Но в теории все не так плохо. Я бы сказал, что эта ситуация, скорее, более минусовая для... Кстати, тут проталкивание есть хорошее. Лол, я только сейчас заметил. Можно пнуть сюда, убрать горда и... Ну, ладно, не получилось. Простое было проталкивание, но оно не вышло. Гипноз не прошел, профи не прошел... Эээ, профи не смог. Левого трала, конечно, надо освободить. Но это не так просто. Тут просто освобождается только вот этот Рабик и все. Все остальное надо кидать всякие неприятности. У кого-нибудь был глюк, типа, не дают брать индустменты? Да, это старый глюк, который... Уже очень-очень-очень давно. И непонятно, когда его исправят. Я забыл, что у него додж и сайдстеп. Окей, но все равно легко освободил. Но 2D тяжело сейчас дать в мяч. Так, не, ладно, уже не очень тяжело. Вью-вью. Мячик выбит. Прекрасно от Энфи сыграно. Отскок, в принципе, хороший. С учетом Блица можно и поиграть. Немножко не хватает еще одного вампира, которого Энфи потерял. Но, в принципе, через грязь можно и зарубиться, я считаю. Через грязь можно и зарубиться. Ух ты! Как Энфи хорошо кидает 1D. Я только что проиграл игру из-за этого. Бывает. Но бесячий глюк, я не знаю, почему они его до сих пор исправить не смогли. Это проблема, конечно. Да, без Блица, но это аккуратно сыгранный сетар. На самом деле, Энфи сейчас вполне мог поиграть в Йолу-игру через 50-50. А, вот. У него вполне были шансы. Но он отыграл безопасно. Да, мне тоже показалось, что если бы он хотя бы подобрал бы, уже было бы очень трудно. То есть, но тут проблема в том, что надо было подходить, чтобы не давать бректакльной корове совсем простой ситуации. Ну, ладно. Я думаю, просто Энфи немножечко боится контакт давать. Лишний. Ведь, понимаете, Энфи даже, может быть, не так важно в этой ситуации забить. Как минимум, было бы неплохо просто отыграть на ноль. Может быть, может быть, сетар. Пожалуй, все-таки да. Но сейчас Аданта... Кстати, таймер, ребята. Не забываем, что здесь короткий фитиль. Знаете, как в Хардстоуне фитиль. Но сейчас, кстати, Аданта может потолкать и побить, и все что угодно. У Аданта функций для игры очень много. Только успевай их использовать. Рерол. Да! Последний рерол, ребята. Вот это Адант нашел критическую неудачу абсолютно самым безопасным действием, на самом деле. Вот более безопасного действия, наверное, и не было на поле. И Адант сразу нашел лучшие кубы Ивар. Так, нашли кубы Парабу. С травмой. Еще и качнется паренек. Ну, это, знаете, такая приятная мелочь. Не более того. Ну, на самом деле, у гномов-то не особо дисперсная раскачка сетар. У них такая, средненькая. Они же все-таки берут не МБ к каждым... К каждым апам. А гарды взяли. Правда, мне кажется, что есть смысл как бы... Немножко не так качаться. Я не уверен, что нужно очень много убиваторов. Ну, окей. Да-да, Гром Бриндл. Это точно. А Дант все просчитал. Но сейчас все равно выбивание меча... Ну, ладно. Сейчас уже выбивание... Не, самое простое выбивание меча. И даже сейчас простое выбивание меча. Пока кровососы на поле бегают нормально, никаких проблем нет. Просто не очень понятно, как Адант будет забивать без реролов. Ну вот. Ну, гарды для всех сетар-гномов приоритетнее, чем МБ. Это понятно. А я вот скоро на себе ощутю фулл силу гордов в игре против шмеля. Это грустненько. Так. Угу, угу. Да ладно, шмель не так страшен. Ну, как тебе сказать, Гром Бриндл? С учетом того, что Саша не смог перебашить никого, мне страшен кто угодно. А с учетом того, что я потерял зверя, и еще у меня там команда стала на 400 тысяч дешевле, что-то как-то... грустновато. Да, блин. Вот самое страшное, что Рашнак сейчас прям реально будет играть в этой ситуевине. Не такой простой гол теперь. Гипноз. Гипноз не прошел. А надо было бы загипнозить. Ну, не надо, не надо использовать этот. Надо еще подходить и гипнозить еще раз. Просто теперь проблема, что если будет двое единичек, то придется кушать раба. Так, кушаем нижнего. Так. Теперь надо опять попробовать загипнозить. Какой хороший нокаут. Если сейчас пройдет гипноз-подбор, то у Аданта будет очень плохая ситуация. Притом загипнозить надо даже отсюда в идеале. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Гипноз. Нормальный план. То есть, если отсюда загипнозить, то у Аданта все. У Аданта никаких возможностей уже для игры не остается, в принципе. Кроме мага. Кроме мага. Да, ребятки. Похоже, казнь Аданта... Не, ладно. Энфи как-то аккуратненько гипнозит. И реролит гипноз. И снова неудачно. Прет Аданту. Прет. Двоечка. Не, ну на самом деле в этой ситуации Аданту поперло. Потому что если бы хотя бы один три плюс сработал бы, то все. Там такой закат, что вернуться в игру почти невозможно. Ну, в этот драйв. В этот драйв. Давайте уточним. Здесь, конечно, Энфи шикарно прессингует на мяч. Одно удовольствие посмотреть. У гномов минус два на поле. У Энфи пока минус один. Забавно. Казалось бы, у кого из них когти? Казалось бы, кто кушает своих игроков? Да? Вы понимаете? Стандартная ситуация. Не знаю. В этом сезоне была игра, в которой Адант кого-нибудь перебашил. Я вот вспомнить такое не могу. Решительно прям. У Аданта практически любая игра это какое-то страшное превозмогание против кубов. Когти не работают против седьмого армора. Ну, у вампиров восьмой армор. Ну, окей. Давай скажем так. МБ не работает. Окей. МБ и ПО не работают. Все внезапно изменилось, как будто бы после этого. Да. Честно говоря, Адант вообще не контролирует ситуацию. Хорошая шестерка по неглованному рабу. Так, поехали с Блицом. Единичка на брейктакле, ребята. Да, ну, это... Классический Адант. Классический Адант. Ну, для того, чтобы сейчас забить вампирам даже стараться не надо. Сейчас у вампиров настолько простое забивание, что я даже не знаю. Сработала, кстати, жажда. С нокаутом. Ну, тут... Все идет к тому, что Адант займет... Какое там... Сейчас я вспомню. Все идет к тому, что Адант займет десятое место только по личной встрече с Индикой. Все. Ну, я, конечно, еще рано ругаю, но... Вот так по ощущениям. Ну, вот, побежал вампирчик. Понятное дело, что можно попытаться выбить мячик, только проблема-то в том, что придется искать шестерку без зареролов. Ну, либо кидать мага. Либо кидать мага. Как будто игра прям травит Аданта. Троллит скорее Аданта. Не навязчиво. Ну что, по идее, надо вот сюда встать на всякий пожарный. Лучше вот сюда даже. Вот сюда. Вот сюда надо встать. Да. Да. Я уже начинаю понимать вампирскую игру. Не смогли повалить убиватора, но это и не страшно. Можно еще пододжить от горда. Было бы желание. А можно и не доджить. Честно говоря, у Аданта все плохо. Держит игрока, который может работать с мячом. А у Аданта остался один игрок на поле, который может работать с мячом. Вы понимаете это? Реально, это последний трехагильный игрок. Ну, не считая старплеера. Ладно. Старплеер и вот этот паренек. Все. Грустно как-то, знаете ли. То есть, три хоп-гоблина отдыхают и что с Адан там происходит? Не понимаю. Маг. Маг без пробоя. Скаттер... Ну, Скаттер такой, как бы. Честно говоря, с учетом того, что вампир не пробился, да, с учетом того, что вампир не пробился, вероятность гола у вампиров прям отличная. Для того, чтобы забить много ума не надо. А вот. Просто если сейчас вампиры забивают, у Аданта там не встанут нокауты, то скорее всего поиграно. Вот. На самом деле, даже если просто вампиры забивают, очень трудно будет. Маг потрачен и... Все плохо. Знаете, не хватает Рашнаку какой-нибудь тени, например. Им бы тень пошла с таким набором. это будет попытка в 1д в конце хода вырубить вампира. неудачный. 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 Это плохо. Это очень плохо. Я бы даже сказал бы другое слово, но пусть будет слово плохо. И нету подбора, и плохой скаттер, и как бы... Знаете, это весьма смахивает на конечную. Весьма смахивает на конечную. Вопрос только в том, как ее лучше организовать. Здесь без проблем можно освободить раба, вот, если не будет кинута жажда. Можно здесь пододжить, а можно ударить еще 2-6 и забежать рабом. Жажда неприятно. Зато профи спас. Профи спас. Но не сработал гипноз. Не получится освободить игроков. Ну, теперь второй план. Надо освобождать вот этого раба. Но в любом случае, как бы, Маркиз Десад должен забивать без проблем. С другой стороны, ему бить не очень с руки. Класс. Очень вовремя единичка для Аданта. Очень вовремя единичка для Аданта. Тарирол. Дубль единица для Аданта. Так, ребята, у Аданта есть шанс на гол. И не только на гол. На самом деле, у Аданта сейчас три крутых удара. Тычок сюда, тычок сюда, когти сюда. В общем, конечно, забивать еще надо, но это уже другой вопрос. Вампиры не забивают. Если им не помочь, конечно, не толкнуть раба к голу, но дубль единица спасла Аданта. Дубль единица прям вернула в игру. Но забить без рерола очень трудно, потому что это как минимум подбор... опа, тычок. Хорош тычок. И на бронь дубль единица, но это уже дубль единица скорее на пользу, чем во вред. Забавно. Я, может быть, на месте Аданта тупо пытался бы убить, потому что гол слишком трудный. Маловероятный гол, давайте назовем это так. Гол маловероятный. Потому что если играть на гол, то, наверное, надо было поднимать мячик рашнакам и давать им пас. То есть надо было здесь валить, доджить и рашнакам ну, окей. То есть, смотрите, как бы надо было блицевать коровы, отгонять этого паренька, здесь бить, открывать дорогу, подбирать, забегать, здесь до этого в 2D выбить. А, вот. Ну, как бы, в общем... Гол-то еще есть, но это какой-то гол такой. Не самый лучший план для гола. На мой взгляд. Не самый лучший план для гола. Сейчас, видимо, придется в 1D табуреткой бежать через... Ну, это, в общем, дело такое. Нет, нет. Это будет попытка подбора 5+, или что? Не понимаю, Аданта. Что-то Аданта, если... Как-то, знаете, Аданта и не бил, и на гол не играл. Вообще непонятно, что Адант делал в этой ситуации. Но сейчас, ребятки, очень сильно в теории... Нет, хотя... Да, не, по-моему, нет проталкивания. Ну, я имею в виду, что... проталкивание слишком сложное. С учетом того, что надо еще мяч подобрать. Если бы мячик упал бы в руки рабу, можно было бы и попробовать. атак. Нет, ну, проталкивание есть. Ну, оно есть. Ну, оно такое... такое... То есть, мы забегаем вот сюда. Забегаем рабом вот сюда. Забегаем раб... Забегаем вампиром вот сюда. Даем удар. Толкаем, толкаем. Доджимся, подбираем, даем вкладку. Ну, такое. Удачи тебе, Додул. С пижамой будет трудно. Пижамыч жесткий. Да, будет попытка реализовать проталкивание. Жажда крови это не страшно, Йори ролить не надо. А? Ну, ладно. Чё-то как-то... Второй раз уже Энфи делает что-то... Нет, по-моему, уже третий раз что-то странное делает Энфи в такой ситуации. Вот. Мда... Да, в итоге, как бы, что-то совсем странное произошло. Но все равно, с учетом того, что маг потращен, потерь никаких серьезных нету. Если вампиры сами себя не уничтожат, то все будет круто. А вот. Но мы знаем, как вампиры кидают лос. Вампиры на лосе могут творить такие вещи, что нет слов. То есть я вполне допускаю, что может произойти ситуация, в которой вампиры сами себя эвакуируют, и у Аданта будет шанс. Ну а на деле, конечно, это смотрится так себе. Потому что у Аданта минус два игрока на поле, а Аданту просто тупо неким работать с мечом. То есть у него на поле хоп-гоблин Лонар, а у него на поле свой хоп-гоблин, и хоп-гоблин, который встал на лос, убиватор. Честно говоря, смотрится весьма так. Ну, посредственно, скажем честно. В общем, мне не очень нравится ситуация Аданта. Как выкарабкиваться, не ясно. А здесь именно надо выкарабкиваться, если играть на победу. Если бы не кинул 1-1 энфи, игра бы уже закончилась. А минус ход это очень клевый ивент для вампиров, поверьте. Минус ход это очень здорово, вампиры довольны. Вампирам надо намного меньше сталить теперь. Неприятная жажда крови. Неприятная жажда крови. А мне не нравится идея вампиров, битло с вампирами. Нету особых навыков, чтобы бить рабами. А в этом проблема, я думаю. Так, пососик. Ну, в принципе, не страшно. В принципе, не страшно. То есть он ударил одним рабом, который может бить, и все. А что значит, можно не бить? Пячик, кстати, в руках у вампира. Это приятно. Сейчас еще будет, видимо... Да, я думаю, это правильная мысль. То есть здесь все совершенно понятно. Энфи пытается делать так, обидно. Опять жажда, дуба-леденица. Энфи просто пытается выбить игроков, которые могут работать с мечом. Все. Это очень простая стратегия, но на деле она чрезвычайно эффективная. Опять сосут одного и того же раба. Мне его уже жалко. Как-то ему не везет немножко. Сейчас еще, знаете, надо, чтобы единичку кинул вот этот вампир. И тоже подошел, и тоже пососал этого раба. Это будет уже прям даже смешно в какой-то степени. Вот. Ну что, вампиры все контролируют. Вампиры играют в плюс два. Все здорово. И вампиры уже ход просталили. Сами того не знаю. Сами даже уже два хода просталили, получается. Это круто. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну вот, чисто позиционно Адант сейчас особо не может в этой ситуации что-то сделать. А Аданту надо драться. Это самый простой вампирский... Самый простой мув, который есть у дворфов. Проблема в том, что они уже в меньшинстве. А драться в меньшинстве это немного не вампирская тема. Попытка выбить раба. Ну, я думаю, двоечку. Двоечку и ПО? Нет, пятерочку. Ну, пятерочку и ПО. ПО. Что-то как-то ПО не работает, ребятки. Притом, кстати, МБ было потращено на пробой брони. И поэтому ПО было не такое эффективное. Ну, ладно. Но сил не хватило бы. Эта единичка бы не спасла. Но потихонечку Адант поджимает. Пытается поджать. Это очень трудно, но... И вот сюда Горда. Да. Я бы еще Хобоса подставил бы под... Не знаю, может это такой байт направо просто очевидный. Не знаю даже. Потому что сейчас прорыв справа, он такой. Ну... Вполне можно попробовать. Вполне можно попробовать. Адант байтит вампиров на удары. Я бы сейчас на месте вампиров даже не бил бы, а просто пытался бы прорваться справа. Благо, дали возможность. Не, ну тут дело не только в этом многоагресс. Вампирам надо кидать жажду. Точнее, вампиры в любом случае кидают 2+. Либо они кидают 2+, на жажду. Либо они кидают 2+, на додж. И то, и то неприятно. А вот, вот, ребятки и... О чем я и говорил. Надо тратить рерол обязательно. О чем я и говорил. Епнос. Теперь будет удар вампирам в... Ага, пососик. Неприятно, конечно. Теперь удар вампирам в горда, по идее. Еще жажда! О-о-о-ой! Что за кубы начал кидать Энфи? Отвратительно просто. Пьем еще раба. Ну, рабы терпят пока. Рабы терпят. Хотя уже с трудом. Вы заметили? Один. 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 Уже 3 единички кинул Энфи за ход. Не будь у него... Реролов там, профи и так далее. Ну, профи ладно, конечно. Но, в общем... Очень много единиц. Очень много единиц. Теперь удар в Хобоса. И попыточка забегания. Типа. Хотя будет сложно. Да, блиц. Спасибо, что без жажды. Еще и не уронил. Профи кинет. И это правильно. Это правильно. Здесь в любом случае было более-менее... Не страшно, как мне кажется. Теперь ставим сюда еще... Раба вперед. И потихонечку бежим вампиром. Ну, если Энфи будет так же часто кидать единички и выпиливать свою команду, игра может кончиться прискорбно. Ну, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Опа, даже не забегает, в смысле Не-не, нормально, нормально Энфи не спешит просто Он немножко качнул Аданта Не скажу, что глобально Если бы у Энфи все получилось бы То есть, смотрите бы, да Здесь бы лежал бы паренек там Не было бы вот этого пробоя Здесь бы парень забегал бы То получилось бы хорошее раскачивание На гол можно поставить раба Пока не нужно Не надо давать очень много времени Ребятам, вот Пока нет смысла дико-дико-дико бежать Ну вот Всегда нужно ставить Нет, Нагагарес, ты не прав Не всегда нужно ставить Здесь в конце Понимаешь, у Аданта нету Хороших кубов в мяч На селе у Аданта никаких кубов в мяч В принципе нету, кроме безумных Вот Время безумных кубов еще не пришло Так что в этой ситуации Пока что не надо форсировать события Форсирование событий Никакого смысла нету Ну вот Сейчас надо аккуратненько Свинкой поджать вампиров к краю Вот Для начала, да Это будет попытка выбить Надо подвести еще вот этого паренька Все правильно Но это был очевидный мув Теперь очевидный удар Надо потихонечку отрезать вампиров и рабов Там где это возможно То есть сейчас было бы неплохо повалить Так Блиц в раба Не, ну ладно На самом деле это конечно не имеет Имеет смысл Окей Ладно Это какой-то удивительно нежадный мув А мне кажется, что Вот Аданту немного не хватает Вот этого концепта Жадной игры Ну вот Три секунды Времени мало Так, Марка Здесь просто подъем вниз Вниз Ну ладно Шестерочка по вампиру И последний удар в один Ой, какой пробой-то важный Очень важный пробой Шальной, понятное дело Но Энфи сам подставился И еще важно Повалили игрока Так, ребятки Аданта Адант поджимает Адант прям реально поджимает Слушайте Сейчас сложная ситуация У Энфи Разруливаемое Понятное дело Пока ничего Непоправимого Не произошло Но то, что Повалили двух вампиров И при этом Еще одного из них Нокаутировали Это уже проблема Вот Здесь уже надо Как бы шевелить Шевелить головой Я не очень Опасная для кого Ногогресс Ты немножко не понимаешь Что вампирам Не нужен быстрый гол А вот Так, окей Это уже чуть-чуть приятнее У Аданта Остается на поле Два гобоса Один из которых Два Оба лонеры Ладно, чего я вру Оба лонеры Ребята так размениваются Потихоньку Не повалили БК Кентавра Но в теории БК Кентавра Можно сейчас поджать Краю уронить И сделать так Что ему доджить Будет неудобно Очень не вовремя Жажда крови Вот это Жажда крови Прям Пульнула Так пульнула Так, так, так Энфи, энфи Осторожно Вот сейчас бы Мисклик мог бы Плохо кончиться Я бы сказал Сейчас бы Мисклик мог Кончиться Прямо катастрофой Гипноз не прошел Вот сейчас Энфи Немножко рискует Пьет раба Ну теперь Надо пытаться Выбить Собственно говоря БК Притом Это не самые уже Простые кубы Неприятненько Так Дают рабу Видимо Блиц А нет Это был Блиц Здесь Да Все верно Надо Закрываться Надо закрываться Очень плохие Кубы кидал Посмотрите Сколько единиц Вот просто Это такая Критическая О Воу 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 Энфи Вы поняли Что Это таймер Похоже Это таймер Ребят Это 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 Как-то Это Тычка Какая Тычка Смотри Ставим Горда Бьем Коровой В 2D И потом Добегаем И бьем Еще Уже В 2 Куба Стаклом Какая Тычка Никакой тычки Не надо Тычка Мяч Подбирать Будет Да Какая Тычка Кинжалом Господи О чем Ты Никакой Тычки Кинжалом Не будет Смысла Нету Если можно Дать нормально Гордами Ну Тычка Это Аркада На Гагрыс А Дант Не играет В аркаду Обычно Пока У меня Такое Ощущение Ладно 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 Так Не надо Было Бить Коровой Опа Трата Аптеки Не надо Было Бить Коровой Можно Было Бить Гордом С Этим Можно Было Одного Горда Поставить Сюда А вторым Уже Пинать После Удара Вот Сюда Ну Короче Там Были Кубы Там Можно Было Поиграть По Разному Ну Окей Тычка Сработала Ладно Просто Бить Тычкой По Восьмому Армору Опасно Ну ГФИ Да Да Но Если бы Сейчас Не сработала Была бы Тычка То Было бы Очень Плохо Ну Вот Довольно Плохо Довольно Плохо 30% Шанс И все еще Поставалось Два куба В мячик Ну Ладно Ладно Да Что-то Как-то Не Ну С другой Стороны С другой Стороны Вот Энфи Я не понял Почему так Получилось По моим Ощущениям Энфи Просто Не успел По таймеру Сыграть И поэтому Произошло То что Произошло Но это Конечно Весьма И весьма Забавно Потому что Теперь Не то Чтобы У Аданта Сильно Выросли Шансы На Победку Вот Но Адант Как минимум Может сыграть Ничью Хотя ему Нужна Только победа На самом деле Как бы При ничье Ничего Сильно Не изменится Вот Энфи По моему Выгорит Одну Позицию Адант Не выгорит Ничего Я сейчас Проверю Конечно Ну да Да Сейчас Энфи С ваш Берном Как сыграл Личную Встречу Обыграл Ну вот Да 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 То есть При ничье 300 рублей Лишних Заработает Энфи Но надо Побеждать Тычка Тычка Почти равна Удару Бестакла Вот Это Это Больше Похоже На Правду Предки Найт Ну это Очевидно Был Блиц С проталкиванием По моему Правда Это Это тоже Немножко Так Ну не то что Аркадис Но Посмотрим Так Ой Вампир Поймал На 6 Плюс Так Вот это Было Неплохо Вот это Было Прямо Вот это Скатер Так Скатер Вот это Ловля Так Ловля И теперь Резко Ситуация Очень Сильно Изменилась Ну и Свинство Ну Такая Вампирская Игра Вампирская Игра Как бы К этому Надо привыкать Вампиры Постоянно Так Играют Виу Виу Гипноз Ну давай Гипноз Надо всегда Кидать И Профи Ну ладно Не кинулась Так Перекинул Жажду На Профи Неплохо И Халявный Удар По Эдену Пытливому Рерольчик Пятерка Нормально Хорошо Получилось И Надо было Перекидывать Удар У Аданта Остался Один Трехагильный Игрок На поле Ребята У Аданта Остался Один Трехагильный Игрок На поле И тот Дурной Я бы Сказал Да Ну ладно Тут Я просто К тому Что играть На победу Как-то Вот Трудновато Трудновато Сейчас Для того Чтобы Забить Раб Добегает Раб Добегает Ну Сложный Стоевина Слушайте Конечно Матч Переворот На перевороте А вот Ну Сейчас Будет Очень Трудно Сейчас Будет Очень Трудно Так Первый Ударчик Прошел Освободили Часть Игроков Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Ну Корова Как бы Имеет Кубы В мяч Без Особых Проблем В теории Корова Даже Два Куба В мяч Имеет Вопрос В рисках Пытаться Ли Повалить Вампира Или Не Пытаться Ну Да Вампиры Вампиры Не ломаются Но Вампиры Кидают Много Единиц Ну Вот Это очень Хорошие Кубы Правда На мой Взгляд Одан Сыграл Немножко Но Сейчас Подойдет Да Сейчас Повесят На мячик Тычулю Так И теперь Въезд Через Брейк Такл Коровой Через Три Два Плюса Раз Два Три Молодец Одант Выбил Мячик Все Хорошо Времени Очень Мало Но В принципе Пробой Нет Пробой Очень Хороший Скаттер Очень Хороший Скаттер Для Оданта Прям Идеальный Вот Почему Не ПО Потому Что Позицию Если Не Пробил То Это Было Наоборот Сыграло Б В Минус Вот Минус Но Вампирам Сейчас Трудно Потому Что Скаттер На мяч Тяжело Получить Дать Дать Гипнозы Все Тоже Тяжеловато Не Вообще В теории Можно Подойти Дать Гипноз В Рашнака Вот Потом Дать Например Блиц Оттолкнуть Я не знаю Все равно Все не очень Здорово Все равно Упираются В даджи Во всякую Грязищу Вроде Вроде Как-то Вампиры Сильно Не Перебашили А по Ощущениям Гномов Даже Больше Хотя Гномов Вырубили Уже До Хрена У Гномов Минус Четыре Так Гипноз Успешный Гипноз Ну Сейчас Наверное Будет Блиц И Подбор Так Окей Толкаем Профи Не Сработал Но Это Не Страшно Подбор Энфи Кинул Два Плюс Коэт Веки Раба Надо Потихонечку Двигать В сторону Ну А Кстати Вот Сейчас Когда Все Наконец-то Рерол Или Нет Нет Не Будет Рерола Не Будет Не Будет Не 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 Ну Такое Да Не Хорошее Решение Я думаю Все Равно Не Надо Было Тратить Рерол Если Бы Все Получилось Быть Здесь Конечно Ситуация Стала Бы Намного Приятнее Но Это Было Опасно А Вот Решение 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 привет ака что тут интересного у вас ну смотрим финал турнира но не финал турнира скажем так последние две игры турнира тут у нас играют люди которые сражаются за дно скажем так за то чтобы не оказаться на самом дне сумма вопрос конечно не очень большая то есть энфи может в случае победы заработать почти на тысячу рублей больше что в принципе приятно а вот адант видимо ну аданту надо побеждать но ему это не сильно поможет да а победить очень трудно как у тебя то дела давненько тебя не видел до сих пор прожигаешь время в хардстоуне так блиц в мяч в 1д но это видимо так отлично 6 есть вот правда не уверен что надо в эту сторону скаттер скаттер терпимый скаттер терпимый теперь надо в 1д пытаться вырубить ну короче надо надо сейчас бежать в закат выбора нету никакого то есть будет удар в 1д устраивает почти все подбор меча лонором и попытка убегать в закат я не уверен что я еще долгое время буду бородат и я вообще не помню что я когда-либо был красив а вот я страшный как нет заката пока не будет в общем я страшный хс полгода почти не запускал кроме головоломок головоломки неплохие кстати были только их как-то мало оказалось на мой взгляд я честно говоря не понимаю а данту ну как бы поражение оно ничего не изменит а дант должен играть на победу вопрос почему он не играет на победу на победу надо было бить в 1д и с риском пытаться поднять мяч времени очень мало зря релл тратить хотя не не зря ладно не зря не зря просто это решение мне не ясно времени может не хватить два осталось два хода для того чтобы добежать до нижней зачетки как он собирается это проделать я не понимаю через вкладку 4 плюс брейктакл корове ну такое честно говоря при том что она сейчас связана и на мече куча народа просто это был тот редкий случай когда на мече действительно никого нету и можно поиграть а так а так хрен его знает что делать мои последователи в каком плане мои последователи это видимо люди которые чуть-чуть троллят чуть-чуть троллят Адольфа а их банят толпами не уверен что стоит последовать таким вещам хороший был сайт ска 2 тв когда-то люди которые еще вешают твой плеер зачем обижать старика Адольфа вот живет человек никого не трогает а вы тут его раздражаете на ровном месте зачем зачем мне конечно приятно что обо мне еще где-то помнят и ждут но но смысла это особого не несет труадан тоже на пике стримит ну пусть стримит я немножко не понял сейчас логики инфи а ну это это додж 3 плюс подбор и а удар то зачем если он в гипнозе лол а зачем был удар если гипноз для того чтобы не кидать додж я что-то не уловил немножко посыла в этой ситуации от энфи вы уловили посыл от энфи я не уловил сейчас надо еще корову повалить в идеале хотя и так и так как бы все плохо энфи сейчас блиц можно было потратить намного умнее мне так кажется энфи немного перемудрил дайката это называется блин как бы культурно это назвать победа с привкусом кое-каких органов на языке такое было это стандартно для блатбоула вот две минуты слишком мало для такого пота ой-ой-ой как не так ну что два куба в мяч есть ну не очень простые два куба в мяч стоит конечно признать но они есть вопрос скорее в другом как Аданту пойти в атаку после этого то есть смотрите делаем удар убиватором толкаем сюда это простой удар в два куба подводим горда сюда бьем ну тут правда ладно может быть так и не стоит может стоит просто подойти сюда можно в принципе просто поставить горда сюда брейк накнулся коровой дать отсюда удар ну и так и так опасно ну или просто подойти и дать тычок я правда не знаю упадет ли снаряд два раза в одну воронку да в большинстве лиг АК это перманентно смерть это навсегда а вот в моей лиге это моя лига все перманентно у меня была такая трагическая смерть игрока в середине сезона вообще прям одного из самых важных игроков просто на дуру потерял так обидно было эх ладно я прям до сих пор горюю я думаю если бы он не умер я бы отыграл турнир намного лучше ну ладно это все разговоры для бедных но я я в общем не думаю что есть смысл играть в тычок сейчас на самом деле тычку надо бежать на гол надо плевать и бежать на гол седьмой мув раз два три четыре пять шесть семь восемь да бежать вниз привет меридиан а данта устраивает только победы ничья ничего не меняет абсолютно рерол очень не вовремя очень не вовремя рерол это видимо ради нет тычок бежит нет тычок не бежит на гол ну по мне брейктакл так брейктакл сработал ладно я уж испугался окей ну что блиц то в мяч что тут думать то но правда не знаю ну отобьется от дант какая разница ему это ничего не принесет ему надо было рисковать и играть на победу ну вниз вниз по идее ну травма это приятно это действительно немножко облегчает игру в конкретно в этом ой какой скатер неприятный ну ладно если бы не умер страж ситар бы взял турнир я сомневаюсь я боюсь спиритолог что колена невозможно было бы догнать в любой ситуации я могу поверить что если бы страж был жив ситар бы мог бы зацепиться за второе третье место но я не верю что ситар мог вампиры могут занести вампиры могут занести вампирам надо заносить если вампиры заносят то они имеют очень хорошие шансы они в любом случае получат 600 рублей сверху в идеале плюс сколько там выходит в идеале могут 900 да получить я сейчас проверю конечно да не простой гол простой гол просто дан как-то смысл игры в этой ситуации на на ничью ничья ничего не дает хардстоун в плане рандома нервно курит в сторонке АК хардстоун это так детские забавы вот освободили вампира очень простой гол 3 плюс 2 плюс и и все да 3 плюс 2 плюс изейшая для энфи если он конечно прокинь рерол есть с реролом 3 плюс 2 плюс это очень да все вкладочка 2 плюс так рерол опасно ну все победа нет ну а еще жажда точно еще жажда еще 2 плюс не все не кинул отлично я забыл о жажде точно еще и жажда ну ладно красиво вытащил энфи игру но по мне так надо было Аданту Аркадить надо было Аданту Аркадить и играть на победу ну да ладно что поделать у нас значится через полчаса будет вот прямо центральный матч последний и очень важный не для Диамеда Диамед уже всем все доказал а вот Рейвен действительно может зажечь Рейвен действительно может скажем так добиться потрясающего результата особенно с учетом того какие на него изначально были взгляды ну на его игру и на все не хочу принизить Рейвена но но не казался потенциальным лидером скажем так но с другой стороны конечно кстати что Аданта с пробоем минус один рап за весь матч и при этом ну вампиры перебашили они не должны перебашивать хаос дворфов но это произошло ну Bloodball это такая игра где этого не должно было произойти а оно произошло а почему медведь-педобир не смотрит твои стримы ну во первых потому что обычно она в квартире и она их слушает а во вторых конкретно сейчас она от врача едет она сегодня там очень много процедур разных делала ей ей немножко не до меня вот есть гол у Аданта правда ну это сложный вантерн но он есть тем более сайдстеппером шансы неплохие ну на ГГРС про сатану ты конечно загибаешь но все-таки шутка конечно совсем такая себе да не у нее там по-моему зубы там надо ну она же брекеты поставила вот и брекеты это дорогое удовольствие и за ними надо постоянно следить вот и там еще всякое по мелочи ну что пошло проталкивание первое первое удачно сайдстеп в норку да Адант Адант умеет проталкивание бьем когтистым стрелка устраивает толкаем сюда сайдстепимся вниз так все хорошо пока Адант образцово делает проталкивание и не фейлит ничего осталось протолкнуть две клетки это не так много шанс он не получит и не аванс читал фейм ладно я тут вижу что ты по прежнему давай удачи тебе а вот более любимых стримеров знаешь ты как паша который любимая жена не совсем любимая жена а там забавно так они сейчас не пофейли а дант так подождите сейчас еще одна клетка не вроде все нормально да все нормально все нормально ему надо делать додж нет пока даджа не надо пока даджа не еще не завезли сейчас бьем сюда сайд степимся сюда нет сюда так подожди так сейчас сейчас так и теперь добегаем рыжим вот бородой вот сюда раз два три четыре пять шесть да додж надо действительно пофейлил рерол эх не будет вантерна от аданта ооо еще и посмотрите на лонера который умер конфетка прям знаете как вишенка на торте боли сорок два отбора против тридцати семи при этом вампиры как-то знаете наваляли это побольше да у аданта кубы конечно что-то что-то немножко не те были скажем так профи какой удачный вы посмотрите прям очень хорош профи зато гипноз был своеобразным но там часть гипнозов была такая себе жажду очень часто энфи кидал стоит тоже заметить но разница в 10% это чувствительная разница забавный матч забавный матч хоро хоро